всем привет друзья мы в москве и приехали на весьма необычную локацию а все для того чтобы узнать немножко больше рассказать вам об игроке команды vega squadron леониде чопере вишнякове лёня привет как твои дела нормально ты мне только объясни одну вещь что мы здесь тобой делаем в мебельном магазине недавно переехал нужно в маленькую кровать диван найти вот смотрю цены а ну давай могу тебе помочь собственно с выбором давай так есть у зелененький есть у нас серенький есть у нас кактусом у нас есть прекрасный выбор пластиковых кактусов не так не умирают а пластиковые еще меньше умирают но и расскажи нашим зрителям и фанатам откуда ты родом и как ты оказался в москве родом из города курган как оказался нужен этот год может даже больше есть мысль о том что переехать из своего города куда-то в город побольше хотел сначала в питер переехать вот расскажи эту историю про питер ты принципе не рассказывал зрители не знакомы с ней она достаточно интересная у нас был отдых летом перед мажором так и все команды перед мажором отдыхают мы тоже решили отдохнуть и после я всем сказал то что мне нужно там неделя на то чтобы как раз был хороший тайминг так сказать переехать в питер в итоге я приехал в питер было 7 число 9 наша тренировка стоит по расписанию подготовка к мажору в итоге 8 числа я просыпаюсь ничего не предвещало беды я радостный такой то что все хорошо квартиру снял вроде нравится район рядом с метро все круто пошел закупился продуктами загрузил холодильник расставил компьютер там стол был небольшой расставил компьютер все круто запустил комп сделал еду себе и пошел заказывать интернет все интернет заказал мне сказали что приеду там через два часа дождался время жду приезжают интернет подключать и он приходит я не могу тебе кабель протянуть интернета типа не будет у тебя игру как так что произошло он говорит типа у вас в подъезде на каждом этаже есть так сказать свой подъезд то есть закрыта как сказать дверь на на ключе который нужно открыть там уже начинаются все квартиры да вот и он говорит то что нужно протянуть кабель на до 17 этажа с 4 то есть нужно транс этажей обойти и там везде нужно чтобы открыли дверь я встал обзор начал обзванивать обзорил две квартиры никто не берет но два этажа где-то просчитал примерно понимая что невыполнимое все равно не сдался по я поехал поднялся на 5 6 7 этаж у меня на этаже хотя бы выходишь парадную там домофон хотя бы есть от квартиры а там я просто увидел железные двери ничего нет в итоге постучался в одну в ответ тишина время смотрю 5 ну там где-то 5 30 я прихожу домой до меня вообще все доходит чем ну что произошло я быстро все собираю продукты все вообще все тороплюсь за 20 минут собираю все вещи в чемодан еще два пакета больших продуктов позвоню хозяйки говорю объясняющую ситуацию она приходится со всей семьей я объясняю опять ситуацию они мне не верят идут сами в тсж и сижу просто жду потому что ну я не вру ничего я понимаю что произошло они приходят такие ой а как мы сейчас сдавать квартиру то без интернета будем осознание пришло и не знаю как вы будете сдавать объясню уже решили с ней все они мне вернули деньги все в итоге я освободился это в десять вечера вообще не понимал что ну что мне делать дальше связываюсь с сашей нашим менеджером он мне предлагают давай просто эти час куплю билета поезд ты поедешь на базе месяц поживешь до мажора и там уже потом будет видно что тебе делать в итоге я думал думал да так и сделал в итоге поехал туда вот поэтому питер закончился на этом это захватывающая история конечно с питером не срослось зато с москвой все вроде как успешно получается да почему начальница захотел переехать большой город потому что в кургане мне в принципе не важно как какой город самое главное это пинг у нас в контр-страке в питере он был соответственно из россии самый лучший пинг там а в кургане был высокий да еще рассмотрел украину допустим киев там еще пинг лучше но туда нельзя потому что жена бы не смогла никого строится вот поэтому я рассмотрел только питер и москву как ты нашел квартиру насколько вообще недвижимость в москве дороже чем в питере допустим или тем более в кургане ну допустим шокировали тебя цены в кургане квартира стоит в четыре раза дешевле в 3 в 4 а в питере в питере я смотрел тысяч на 10 рублей дешевле не был тут в принципе легко найти квартиру тут очень большой вариант вообще везде можно найти но самый был такой косяк это то что я просил скотом чтобы заезжать код какой тебя код британец по моему он просто были у паши там у него целый зоопарк когда искал квартиру жил у артема нашего тренера фирс и вот он или до выбор вообще большой там все что угодно ты найдешь я звоню в квартиру и где-то квартиры 10 не просто говорят нет сразу код до свидания естественно да да вот нашел тех кто дороге нашел до люди согласились я приехал построил квартиру все заключил договор и после питера еще недели две думал сейчас какой-нибудь косяк произойдет ты сразу спросил интернет у вас это все должно все сделал я думал там что-то сейчас что-то произойдет нереально это как не знаю как ты вызов живешь в россии думаешь что что-то плохое произойдет и вот у меня то же самое недели две живу в квартире и думаю там так я все двери закрыл там ничего цена не оставил где-то вот такие вещи вообще как по твоему бюджету ударил сам переезд в москву вот ты считаешь что будучи киберспортсменом допустим в регионе снг можно зарабатывать так чтобы спокойно себе позволить и жить в москве и полностью там ни в чем себе не отказывать в каких-то стандартных потребностях думаю обычному нет то есть пока ты там не поедешь на мажор например или пока а что на мажоре ну то есть со стикеров вы много получаете ну в эту с информацией это не разглажать не разглашает вообще поэтому я же не цифру тебя прошу леоня ну хватает на жизнь точно ну ну все свое понимание потребности разные назови главный плюс того что ты переехал москву что тебе больше всего понравилось в этом большом городе и что тебя больше всего удивило с негативной точки зрения ну большой плюс это то ли райч уехал топпинг потом мне повезло еще с районом я когда ехал они не создавал куда вообще я как-то не сильно отнесся к этому хорошо к району именно выбору но когда уже приехал и понял то я понял что мне повезло во первых рядом находится где-то минут семь от меня парк большой царицыно который ну мне очень нравится так теперь все знают где живет чопер да потом находится тоже недалеко каширская плаза это новый торговый центр там есть все ну для моих потребностей сейчас мы все всего хватает там и также два метра буквально находится зал спортивный ну то есть я выхожу из подъезда следующий дом это зал всем мне как игроку в конце ничего больше не надо пинг пинг да и чтобы инфраструктура была да хорошо главный минус главный минус это москва это людей сколько здесь это допустим качество каких-то продуктов магазине допустим от люди это у нас в городе столько людей сколько здесь я вижу в центре или в метро то на праздник на день города ты столько не видишь для не соберется да то есть ты там не гордо выходишь там на площадь как во всех городах то делаются и там толпа людей а здесь это в повседневности столько людей поэтому этого вот я сегодня ехал первый раз утром на метро и для меня это ну так типа не не сильно удовольствие было точно потому что я часто вот полтора месяца живу здесь и всегда ездил либо днем либо вечером до места все заняты но хотя бы есть а тут час пик там где не продолжать он ты стоишь да и типа как они понимают что происходит потом по поводу неудобства это магазины то что большой выбор но допустим качество продуктов она не совсем хорошая допустим в кургане у нас нет такого большого спроса как я понимаю то качество продуктов остается все-таки хорошим плюс ты уже всю жизнь там живешь и знаешь как там ну чтобы не реально понимаешь где что покупать здесь же мы приехали сначала первую неделю мы поняли что надо что-то искать другое допустим я вот узнал что там надо ходить допустим на рынке там такие вещи всякие вот в этом неудобно еще в принципе все остальное в принципе можно адаптироваться найти какие-то выходы из ситуации вот ты упомянул то что вы там ходите на рынок у тебя много в инстаграме фоток с едой там всем остальным это одно из твоих хоббит вообще любишь готовить или это жена готовит а ты любишь употреблять я люблю готовить на ленивый готовь хорошо если ты доберешься до кухни чтобы ты приготовил своим гостям дорогими фирменное блюдо фирменное не знаю мясо какой-нибудь сделал наверное но прям фирменное так научился самое первое блюдо карбонара по гайдам ютуба это наверное не все таки не тут не аутентичная карбонара но она такая вот я ее научился делать я бы если бы хотел кого-то удивить я бы ее приготовил небольшой блиц я задаю тебе вопрос нужно ответить выбрать один вариант и желательно объясните почему блок или юс юс почему с одной пулей убивает это хорошая причина реальный спорт или киберспорт все в баланс так нельзя выбери одно киберспорт америка или европа америка почему были три раза в америке и все три раза ты что-то новое испытываешь первый раз это было атланта у нас не было ни у кого денег так сказать мы просто смотрели все вокруг с открытым ртом ходили второй раз мы уже приехали более окрепшие люди так сказать тоже в атланту да все мейджор да да уже по-другому отношения было эфирно ты удивляешься третий раз мы были в лос-анджелесе тоже доме сами да в доме сами то там в отеле которые находятся на горе и виды просто нереально и сам город крутой а европа европа диван или кровать кровать почему ну я не знаю диван неудобный я человек такой комплексы большой ну полный человек и получается так то что любой диван к бы не взял он потом разве за расходится и типа поэтому кровать как-то более удобнее всегда и для спины полезней наверное спрей или ван тап спрей почему много людей можно ведь сразу если правильно справиться брокколи или чипсы чипсы потому что брокколи вообще не люблю хорошо морковь или чипсы морковь ну тоже с натяжкой лучше чипсы ну ты же спортом занимаешься да я вообще не служу за своим питанием по по сути я занимаюсь ну как мне просто удовольствие приносит энергию нужно брать ну да но это обычная еда там можно к такому не отношусь что вот начал заниматься спортом и нужно в абсолют вести там сразу диеты там сушки какие-то нет я просто хожу в зал мне это нравится ем все вообще все подряд могу вечером пельмени сварить на суши но это правильно нужно получать удовольствие от жизни да не ставят себе какие-то рамки мне нравится подход слушая все равно чтобы похудеть надо все на рамки ставить просто сейчас такой цели у меня нету вот именно сейчас нет и вот и все а вообще если ты хочешь добиваться цель ты должен чем-то жертвовать следующий вопрос похожего характера кефир или кока-кола кефир о почему не кока-кола я думала что ты ответишь 2 потому что всю жизнь пил кока-колу и проблемы многие есть от кока-колы из-за этого сейчас кефир чаще всего энергетики вот очень многие киберспортсмены на турнирах мы знаешь всегда турнирный оператор предоставляют колу в банках red bull там ну и все прочее то есть такие довольно вредные напитки но которые дают энергию ты как ним относишься ну для меня это просто газировка и если нужна энергия не знаю может какие-то таблеток купить кофеин какой-то каких-то ну кофеин есть кофеин в аптеках продается можно съесть не знаю банан он тебе энергию придаст какой-то энергетики это просто для меня это просто газировка у нас было в команде кеша раньше они ему видимо реально сюда давали потому что он когда выпивал два с ним просил что совсем разное на стародоре мы приносили ну он более какой-то раскрепощенный что ли стола не знаю с энергетиками меня не ловлю от них удовольствие просто газировка сладкая а так ну есть вот правило золотой для контакта вообще для киберспортсмена нам степан дон степан сказал это вода и бананы да вот золото вообще работа пропагандирует здоровый образ жизни так ну что мы уже все здесь все обошли выбрал что-то до кровать ну замечательно а мы давай двигаемся с тобой дальше лень мы с тобой находимся в очень необычном месте и вопрос следующий как ты думаешь твоё мастерство в кс гоу тебе поможет в реальной стрельбе нет думаю не поможет никак почему вырезаем это мышку держать этот пистолет но ты хотя бы в оружии разбираешься это уже начало перед нами три пистолета как какие из них тебе знакомы вообще похоже все три но прям сильно вот этот по центру но тебе придется выбрать один и попробовать себя все-таки с этими мишенями насколько хорошо стреляешь в реальной жизни ты выбираешь вот этот где-то шаглок надо не знаю знаком тебе он в виртуальном мире да ну тогда выбираем оружие и к делу 40 так ну что ли они давай оценивать наши результаты это твой твои попадания это соответственно моих очевидно у тебя четыре десятки эти с ним поздравляю ну мы ли девять с половиной но сказали что все-таки вот это считается это уже заходят десятку ожидал что у тебя получится не ожидал тяжело было да ну был хороший учитель поэтому я справился думаю что самое важное сохранять спокойствие твердая рука что важно чтобы попасть в целом палец был один ток как объяснить да да это правда а ну это мои результаты они не столь выдающиеся но в девятку попала это уже считается в принципе ничего я довольна вообще получил удовольствие да ни разу такого не ощущал вообще никогда не стрелял очень круто очень доволен да и я но ты попал ты молодец ты очень метки и в реальной жизни скажи мне оружие ведет себя иначе чем в кс го ну да в кс го на никак себе не ведет а здесь все отдается как ты думаешь вообще тебе этот опыт может быть полезен в игре нет но вряд ли но в тир бы ты еще пошел по стрелу и развлечения ради как ты вообще относишься к спорту очень хорошо отношусь чем занимаешься в зал сейчас просто за ухожу больше не просто железо вот это вот все да да дорожки беговые там ходить железо так тянуть потихоньку все больше ничем не занимаюсь ну москва красивый город не не занимаешься пробежками на свежем воздухе где-нибудь по набережной нет мы только ходим в парк рядом есть целицына мы ходим просто гулять там по выходным а так так целыми днями дома сижу и эта рутина ну то есть вы с командой как-то этим вместе гуляете проветриваетесь нет с женой хожу это веселее наверно расскажи мне кардио то ты говоришь что ребята больше как-то им увлекаются ты железом кто тебя может быть к этому приобщил либо показал подал пример как началась но все началось то что я уже сам просто очень много весить начал прям там было сто тридцать пять килограмм и то есть ты сам к этому пришел что нужно что-то менять да там когда бросил курить решил то что вот стоит пойти зал и все еще сильный пример подал для меня игорь ну когда он когда он пришел в команду мы с ним ходить начали в зал он научил чему-то давно он показал что он по нему видно что он много ходит зала и он показал что как на многое делать ты видишь какие-то результаты как это влияет на твою игру или знаешь на твоего ощущения себя в игре ну большинство это психология то что когда тяжело тебе ты с собой сам борешься из-за этого вот спорт он как бы помогает ты просыпаешься утром сразу идет за идешь зал там после завтрака ты себя уже на весь день собрал получается а вот допустим если это делать во второй половине дня после каких-то официалок возможно неудачных для вас есть ли ощущение если желание пойти в зал и просто всю агрессию скинуть и оставить там ну вообще такое есть но я так ни разу не делал я обычно в начале дня делаю все это то есть и не агрессивный человек нет но ты очень эмоциональный мы в принципе с тобой уже немножко коснулись этой темы того что ты на официалках очень эмоционально ребят поддерживаешь и все остальное расскажи как это обычно просто всегда ли так было или это изменилось просто так само по себе это все это всегда так было это еще вот старый ланова 16 когда все кричали и там и таки другу отбивали все на эмоциях раньше же не было ни ким спик а ничего раньше все кто-то даже уши просто снимал его на лане кричали информацию все просто даже криком чтобы громко было и поэтому вот я оттуда научился этому и всегда когда вот играем на ланах я всегда стараюсь как-то поддерживать кого-то громко там кричать как-то и прочее но для того чтобы успокоить и поддержать и для того чтобы самого себя немножко разозлить и держать в тонусе так сказать это 50 на 50 где-то ты где-то ты сам чтобы тебе ну волну поймать чтобы удобнее играть было где-то ты видишь что кто-то у нас то может затихнуть ты начинаешь там подавать жару так сказать чтобы люди разошлись ну как-то вот так она все все в балансе должно быть как ты думаешь кто из твоей команды больше всего нуждается как раз в поддержке внутри официалок тот просто у кого не идет конкретно в раунде или есть люди которые ну вот которыми тебе особенно необходимо играть вместе чтобы я не знаю честно я даже никогда не спрашивал них об этом но я это типа вот например у димана я спрашивал ему вообще мешает это выглядел так он капитан он за все отвечает он говорил что ему не мешает но его чтоб такое что я узнал у кого-то там что вам нужна ли поддержка я этого не делаю просто как-то самой идет и все как проходят ваши вот план и официалки вы приезжаете общать если вы с другими про игроками дружить и может быть с ким-то командами может быть убеги есть какие-то там свои братью не с которым видеть на ланах постоянно там общаетесь гуляете мы приезжаем обычно ну все заселяются сразу а потом у нас снг комьюнити вообще дружно и все друг с другом общаются кто бы там соперник там хоть завтра играть против кого-то все общаются все в любом случае поэтому уже с тысячи раз и в одних командах поэтому для нас вот как для команды все свои это все снг игроки типа потом приехал с любым пообщаться если надо ну если захотелось там все дружелюбно все хорошо другу относятся а из тех кто не наши не снг комьюнити кто-то из других команд из других регионов с кем-то общаетесь ну я английский лично не знаю поэтому я ни с кем не общаюсь мне это тяжело вообще я знаю что артем вот на последнем страта и вот в киеве он со смой хорошо общался да смури и он сказал что смой это типа не такой парень который в игре он типа хорош да он выглядит неплохим парнем как ты относишься вот к тем напомню что смой на стр ладере были пару некрасивых моментов от него как считают некоторые когда он кричал нас на про на противоположную команду в чем там были какие-то интересные ситуации как ты к этому относишься вот именно к рейджи в игре на соперников например я считаю это круто ну если ты его команда поддерживает не важно что думают другие если его команде это устраивает и все хорошо то это круто он заводит свою команду все в игре все только в игре происходит остальное все неважно уже в жизни если где-то там кто-то кому-то наглубил люди в контр-страке там идут общаются спокойно тему и все поэтому я считаю что то что он делает если для его команда это в бонус то это точно круто что ли финальный наш с тобой разговор и очень важный какое твое самое любимое оружие в кс-го калаш давай придумаем небольшой конкурс для всех твоих фанатов для всех подписчиков youtube канала потому что ты свой трофей забрал свою мишень успешную нужно что-то подарить им а что это это футболка веги очень интересный ценный сувенир для всех фанатов придумать самое смешное оригинальное название для калаша чоппера напишите это название под этим видео на ю тубе и самый оригинальный самый классный вариант получит эту футболку правильно да ты сам будешь выбирать да с помощью кого-то но точно сам до одобрение точно будет поэтому друзья проявите свою креативность и обязательно пишите варианты под этим видео спасибо всем что смотрели смотрели это видео что ты хочешь сказать спасибо всем болельщикам фанатам тех кто нас поддерживает кому неравнодушно как мы играем и выступаем на сцене это был очень классный день спасибо тебе за него спасибо друзья что смотрели подписывайтесь обязательно на youtube канал и болейте за вегу